Для начала нам нужно настроить рабочую область консоли редактирования. Для этого давайте скроем все ненужные элементы. Вам необходимо открыть раскрывающийся список, для этого кликаем вот по этому значку. А затем в открывшейся области нам необходимо убрать галочки со всех чекбоксов, кроме активность и на виду. Вот так. Далее нам нужно обновить нашу CMS систему, для этого мы кликаем вот по этой ссылке. А затем в открывшемся окне в разделе русская версия кликаем по кнопке обновить сейчас. Если вы все сделаете правильно, то перед вами откроется вот такое окно. Теперь давайте установим тему оформления нашего сайта. Для этого наводим курсор на вкладку внешний вид и кликаем по разделу темы. В появившемся окне нам нужно кликнуть по кнопке добавить новую. Далее в области поиска темы для установки мы вводим King Cups. Нас будет интересовать вот это единственное отобранное решение. Мы наводим курсор мыши на превью этой темы и кликаем по кнопке установить, а затем поактивировать. Теперь наша тема установлена на сайт. Далее нам нужно будет разнообразить наш сайт плагинами. Плагины это такие готовые программные решения, мини-помощники, призванные расширить функционал нашего сайта. С их помощью можно например превратить обычный сайт в интернет-магазин, настроить всплывающую форму обратной связи или установить анимационные эффекты на сайт. Давайте установим три плагина. Один из них для создания формы обратной связи с клиентами, другой для создания кнопок ссылок на наши аккаунты в социальных сетях и последний для расширения возможностей панели по редактированию текста на сайте. Итак, для установки плагина нам нужно перейти в специальную панель поиска плагинов. Для этого мы наводим курсор мыши на вкладку плагины и выбираем добавить новый. А после чего в области поиска плагина вводим название WP Forms. С помощью этого плагина мы создадим форму обратной связи. Итак, среди отобранных по нашему поисковому запросу плагинов нам нужно выбрать вот это решение. При установке плагинов сверяйте его название и автора разработчика с тем, который рекомендует вам использовать во избежание случаев установки не тех плагинов. Теперь для установки плагина кликаем по кнопке установить, а затем поактивировать. Если вы все сделаете правильно, то перед вами откроется вот такое окно. Давайте вернемся в режим поиска новых плагинов. Да, и если после активации какого-либо из плагинов вам будет выходить ошибка на экран, ничего страшного, просто подождите пару минут и обновите страницу, в результате чего все заработает. Далее нам нужно найти плагин Ultimate Social Media Plus. Итак, мы его устанавливаем и активируем. Алгоритм установки и активации поиска плагинов вам уже известен. Этот плагин предназначен для создания кнопок ссылок на ваши аккаунты в социальных сетях. В результате после активации данного решения перед вами откроется вот такое окно. Давайте вернемся в панель поиска плагинов и установим вот это последнее решение. Оно нам поможет сделать текст на сайте более изящным. Итак, устанавливаем и активируем плагин. После установки и активации данного решения вас перебросит в каталог установленных плагинов. Здесь сверху панели будут два шаблонных неактивированных плагина. Давайте их удалим. Для этого кликаем по ссылке удалить, расположенной на экспресс панели каждого из этих плагинов. У нас теперь все готово для того, чтобы приступить к настройке интерфейса нашего сайта. И для начала нужно задать общие настройки внешнего вида нашей страницы. Но перед этим нам нужно создать для нашего сайта современный и стильный логотип. Вам интересно, как это можно сделать дешево или вообще бесплатно? Тогда переходите к следующему видео. Субтитры сделал DimaTorzok